Всем здорова, это Серёга Зацепкин. Недавно проходил медкомиссию, устраивался на работу в администрацию. Тут всем знакомым рассказал, так и похвастался. Они подохуели, но сделали вид, что рады за меня. Спрашивает так с изделкой, мол, кем дворником что ли? Я говорю, бери выше. А не, грузчиком, а ещё выше. Айсмен. Айсмен, это вообще Роберт Луис Дрейк, если кто-то не знал. Так вот, я его последователь. Снег чистить, что ли, спрашивают они. Говорю, ещё выше бери. Отдалбливать лёд со ступенек на входе в администрацию. Так вот, прохожу медкомиссию, прошёл всех. Остался нарколог и психолог. Стою к наркологу, подошла моя очередь. И тут я было заходить, смотрю, какая-то бабушка летит, сломя башку по коридору. Я говорю, подвигайте за ручку в кабинет, пока хватит. Говорит мне, сынок, я только спросить. Я говорю, спроси у меня. Она, так ты не врач. Я говорю, так это не спросить. Отпихиваю бабушку, добавил молодым, везде у нас дорога. И зашёл. Передо мной предстала картина современного нарколога. За столом сидела баба лет 30 в квадрате. Я говорю, даро. Она говорит, здрасте, присаживайтесь. А я смотрю в кабинете из того, на что присесть, только два стула под её жопой. Но я не растерялся и присел на пол. Она посмотрела на меня и продолжила. Я говорю, алкоголь употребляйте. Я говорю, как видите, нет. Она говорит, я вижу, когда перестали употреблять. Я говорю, как закончился, так и перестал. С запиской, в которой было всего лишь одно слово дурак, она отправила меня к психологу. Там очереди не было, я зашёл сразу. Психологом оказался раскосый дедок средних лет. Он сразу же одним глазом оценил мою прическу, другим мои дырявые носки. Да, я был в носках. На входе в грязных ботинках не пускали, а на бахивы я тратиться не хотел. Медкомиссию я прошёл на ура. Но в администрацию так и не устроился. Началась всё, теперь и лёд на ступеньках растаял. Это только зимняя вакансия. И она же для меня всегда свободна. Это был Серёга Зацепкин. Если зацепило, подписывайся на канал. Давай, покеда!